На протяжении долгих лет американский уголок, который действовал на третьем этаже Нарвской Центральной Библиотеки, предлагал широкий спектр программ и мероприятий. От встреч с писателями, музыкантами, спортсменами и другими интересными гостями из США до проведения различных учебных мастерских для молодежи и старшего поколения. Поддержало финансово около двух лет назад посольство Соединенных Штатов и открытие при этой библиотеке инновационной лаборатории, где любой желающий мог бы обучаться работе, например, с 3D-принтерами или лазерной резки. Тогда же стало понятно, что площадь для этого маленького кусочка Америки становится тесной и нуждается в расширении, в результате чего уголок переехал с третьего этажа библиотеки на первый, где под свои нужды теперь уже не уголок, а центр получил четыре отремонтированные помещения. Наши американские уголки существуют в Эстонии в нескольких местах – в Вильянде, в Куресаре и здесь, в Нарве. Тем самым мы подчеркиваем, что являемся посольством США в Эстонии, а не только в Таллине. Путешествия по стране, встречи с эстоноземельцами очень важны для нас. Установление дружеских отношений между нашими странами помогает нам и здешний уголок, ведь одна из важнейших областей нашей социально ориентированной программы нацелена на то, чтобы побудить молодежь Ида Вирума в Нарвии силами изучать английский язык. И это учреждение используется как платформа для этого начинания. На воплощение этого проекта, благодаря выданному США гранту на сумму в 200 тысяч евро, Нарвской центральной библиотеке удалось заменить на первом этаже пол, проводку, а также обустроить помещение и залы, где проводятся мастер-классы и демонстрируются американские кинофильмы. Но помощи мы уже получили достаточно много. И я думаю, посольство нас постоянно поддерживает через гранты, которые мы пишем каждый год. Это своего рода проекты, на которые мы получаем финансирование. И в этом году у нас большой упор идёт на обучение английского языка. У нас работают множество клубов для разного возраста. 20 тысяч евро из выделенной суммы пойдут на образовательные программы, среди которых как интерактивные игры для детей, так и различные мастер-классы по работе с 3D-принтерами и лазерным станком. Запланированы и программы по робототехнике, и инфотехнологиям. Но обновлённые площади и дополнительное компьютерное оборудование дают возможность приглашать на занятия в библиотеку целые школьные классы. Сейчас центры ещё продолжают оборудовать мебелью, и свои двери для всех желающих он распахнёт уже 2 октября.